Отметка в виде буквосочетания НБ означает особую важность. Иногда она употребляется как знак, показывающий, что на такой-то пункт нужно обратить особое внимание. Здравствуйте, это программа Нота Бене. Обрати внимание. На днях полиция в Петербурге предотвратила массовую драку с участием школьников. Дрались восьмиклассники и девятиклассники, а также восемнадцатилетние и девятнадцатилетние студенты. Полицейские задержали двенадцать человек, затем доставили их в отдел полиции. Я думаю, потому что агрессивны взрослые. Потому что матери не говорят с детьми по-доброму, не говорят им ласковые слова, не выполняют свои защитные функции, например. То есть не защищают, а наоборот, всячески стараются обидеть ребенка. А взрослые почему такие агрессивные? У них нет будущего. У них нет стабильности в будущем. Поэтому они все время на нервах. Вот скажите, пожалуйста, почему столько агрессии у молодежи, у детей маленьких? Не знаю, мне кажется, больше всего то, что родители доводят. У меня, допустим, мама доводит постоянно. Да, вот оттуда столько агрессии. Ну, и что, пускай. Вот, допустим, меня доводят родители, я из-за этого потом иду и просто дерусь с кем-нибудь. Из-за того, что меня так доводят родители. Тема жестокости детей – очень сложная проблема. Над ней ломают головы лучшие умы мирового сообщества. Ребенок, совершивший акт агрессии – это жертва или преступник? Почему они агрессивны? Потому что они не получают того, что получали в детстве мы, наше поколение. Во-первых, мы настолько были обласканы вот этой властью, вот этим городом. Даже самой вот этой обстановкой, которая была в городе. Насколько город сам по себе был красив. Я вот помню, даже здесь какие клумбы были красивые. А вот даже вот коснемся того вопроса, что вот, допустим, даже вот дети, вот они выходят из дома. А что они видят на улице? Кто их ждет на улице? Кроме магазинов, я считаю, что здесь ничего приличного нет. Ну, я так считаю, что разделение общества, все люди неравные, много зависти, семьи неполные, люди раздражительные. Все отражается на детях, естественно, дети берут пример взрослых. Дети себя так же ведут, как ведут взрослые. Сколько у нас сейчас пьют, сколько у нас сейчас пьют, сколько неполных семей. Но все отражается на детях, я так считаю. Наверное, воспитание такое, позволяем детям многое. Вот сейчас зайдем в магазин, вот попробуй, не купи игрушку. Вот так вот воспитываем, сами разбаловали. Мне кажется, это все равно от воспитания в семье зависит. В первую очередь, только в семье. Если родители не пресекают вовремя, да, то, наверное, это так и будет продолжаться. И вот эта вот агрессивность, она потом, она и будет, конечно, со временем уже. Чем ребенок старше, тем он будет требовать то, что ему не дали в детстве. И я считаю, что это надо просто пресекать, пока ребенок маленький. И родителям, хотят они того или нет, придется разбираться, почему их ребенок, проявивший жестокость, был ими не остановлен еще тогда, когда не совершил преступления. С благословения настоятеля Свято-Троицкого храма отца Ильи в один из выходных дней в церковной трапезной собрались родители, которые хотят научиться воспитывать детей бесконфликтно, ну или, по крайней мере, свести конфликты к минимуму. Отец Илья предупреждает, что на таких семинарах надо уметь выносить ссор из избы. Проблема такая существует. Вместо настоящего общения, которое должно в семье складываться, у нас зачастую такие короткие очереди из автомата друг к другу. Значит, и принцип такой, близко ко мне не подходи, убьем. Но я это утрирую, конечно. Проблема, она вот реально существует. И самое главное, что нам думается, это у меня такое видение, что где-то надо и не грешно и надавить, и продавить свою волю, свое желание. Если нас не слышат, надо повысить голос. А вот это вот неслышание друг друга, оно на самом деле формируется не разом. Мы к этому приходим. Постепенно мы двигаемся к тому, что мы начинаем друг друга не слышать, не понимать. Мы начинаем говорить на разных языках. У нас мы вращаемся как бы на разных орбиталях. И вдруг мы на какой-то короткий там срок, на несколько часов, сходимся домой. И тут мы, наэлектризовавшись, начинаем разряды такие выпускать. На самом деле это неправильно. Даже прямо скажем, это порочно. Надо бы что-то менять в этой системе. И вот такая формируется атмосфера, в которой человек занимает позицию защиты. Забрава упала, и мы не слышим. И в такой атмосфере растут наши дети. Они воспринимают как губка образ общения нас, родителей. И, к сожалению, это несут дали по жизни. Почему наши дети становятся конфликтными? Почему некоторые из них могут свободно оскорбить одноклассников, даже подраться с ними? Кто в этом виноват? На все эти вопросы отвечала родителям и подсказывала выход для нормализации обстановки вокруг таких конфликтных детей психолог-консультант Екатерина Щелканова. У Екатерины Александровны 15 лет психологической практики. Во-первых, не учет возрастных особенностей детей, не учет позиции общения, не учет стилей мужского и женского общения, не учет восприятия мира детьми и взрослыми, втягивания детей во взрослые конфликты и отсюда агрессивное поведение. Перегрузки, очень большие скорости нашей темпы, нашей жизни. Действительно, где-то на работе получили все, что можно эмоционально, а дома приходим только разряжаться. И вот поэтому, прежде чем начать тему, я хочу кому-то напомнить, а кому-то впервые сказать о возрастных особенностях процесса общения. Каждый раз, находясь в ситуации контакта, мы общаемся, да? Вот до года у нас идет интимно, личностное, очень близкое общение. Ребенок до года. Понятно, что там никаких требований к ребенку не предъявляется, а все, что он желает, выполняется, да? И в этой ситуации у нас главную роль играет мать. И как только появляется в жизни ребенка в этот период другой человек, возникает тревога, возникает такое неудовлетворенное состояние в ситуации общения. И даже вот эти вот первичные моменты, они могут формировать конфликтное поведение. Но вы сами знаете, что в первый год жизни мы и бабушкам доверяем, и нянькам доверяем, и, может быть, младшим братьям и сестрам доверяем своего чада. А вот эти люди, они не способствуют бесконфликтному поведению, развитию бесконфликтного поведения ребенка. Вы знаете, что ребенок может стать плаксивым, диспит, там сопротивляется, там даже если его пеленает, обнимает, поглаживает и так далее. До трех лет у нас идет интимное личное снообщение, куда включается мать и отец. И тоже нужно быть очень осторожными. И я понимаю, что в этот период мы с вами не требуем какого-то особого поведения от ребенка, но можно заметить, что если, например, дети там немножко дерутся, отнимают друг у друга, но здесь, скорее всего, не конфликт, а борьба за существование. Но уже вот характер ребенка можно увидеть, да? Дальше идет дошкольное детство и ведущая деятельность, значит, эта деятельность игровая. Как мы здесь способствуем развитию конфликта ребенка? Вот в этот период очень часто, особенно с 4-5 лет, начинаем отдавать в студии различные, в кружки, на танцы, на языки, ну, я не знаю, в карате мальчиков отдают, чтобы силу развивать. Зачем, только непонятно. И понятно, что вот мы сами научаем детей конфликтному общению. И если еще у ребенка идут перегрузки, естественно, что он себя ведет, ну, очень неспокойно. Когда у меня была консультация, и я, значит, у ребенка спросила, какой день недели у тебя самый любимый. Ну, ребенок говорит, воскресенье. Ну, я так обрадовалась, потому что я думаю, ну, хорошо, значит, он очень хорошо в семье общается этот ребенок, у него там содержательная жизнь. Я спрашиваю, почему? А потому что в воскресенье я не хожу ни на какие студии, ни на какие кружки, сказал ребенок. Ребенку 5 лет. То есть, понимаете, мы-то думаем, что это благотворно, мы думаем, это необходимо, а на самом деле ребенок уже испытывает тревогу вот в отношении, и в отношении к нему. И потом, в дошкольном детстве формируются абсолютно все умения ребенка, в дошкольном детстве формируются навыки общения ребенка, социальный опыт, и только в игре. Вообще, 90% жизненного опыта у ребенка закладывается до 5 лет. Кроме того, что существует возрастная периодизация, существуют еще позиции в общении. Вот какие позиции могут в общении. Самая продуктивная позиция – это субъект субъектное. То есть, я говорю, меня слушают. И то, что говорит оппонент, я тоже слушаю, воспринимаю. У нас идет такая хорошая беседа. Вот сейчас у нас с вами идет субъект объектное общение. То есть, я что-то вещаю, а вы слушаете. Кто-то слышит, кто-то не слышит, кто-то про дом там думает, кто-то кушать хочет и так далее. Но это вот именно субъект-объектное общение. Может быть, еще объект-субъектное общение. То есть, вот со стороны вас как раз это и есть. Вот вы, например, ребенку говорите, я с тобой не буду разговаривать. И помните об этом. А ребенок это забывает буквально там в течение пяти минут, что с ним не разговаривают. И ребенок этого отношения не понимает. Он вот этого вашего бойкота не понимает. что с ним там не разговаривают. Если со мной не разговаривают, я должен исправиться и вести себя правильно. Ребенок этого не понимает. И вывода этого он не делает. И когда вы с ними разговариваете, идет субъект-объект-субъектное общение. А может быть вообще объект-объектное общение. Один на кухне, другой, значит, в другой комнате. И рассорились, и не общаются. И понятно, что вот формируется ребенок, когда идет субъект-субъектное отношение. То есть когда я с ним разговариваю, он меня слышит, я его слышу, мы друг другу помогаем, взаимодействуем и так далее. Чтобы субъект-субъектное отношение было, естественно, глаза должны быть на одном уровне. А вы знаете, что родитель выше, да? Родитель выше, значит, он где-то сверху, это уже идет как бы ситуация давления, и у ребенка страх. Глаза на одном уровне. Естественно, если вы хотите хорошо поговорить, это должно быть близкое расстояние, до 50 сантиметров. Если ребенок не сопротивляется, сесть рядом, посадить, например, на колени, обнять и так далее. Если сопротивляется, даже не пытайтесь его обнимать, это ему неприятно. Правильно батюшка сказала, что мы приходим с работы, и, значит, меня не трогают, да? Но чтобы вот этой ситуации не возникало, когда вы пришли с работы, это должны быть определенные правила. Потому что мы заходим в коридор, да? Почему обувь не мета, не повешена, не прибрана и так далее. Это все делают так. Возьмите себе за правила. Мужчины так не делают, у нее нос умные, это мы с вами красивые. Вот. И что, значит, за правила, особенно женщины возьмите себе? Зашли, обязательно переобуться, переодеться, умыться, значит, просто не реагировать ни на что. Может быть, попить даже немножечко чаю, или даже вот какой-то, может, вы сок любите пить, или еще что-то для себя, вот такое правило. Дайте ребенку и себе вот эти 10-15 минут на налаживание контакта. А уже только потом, вот только потом, вы можете какие-то претензии, может, предъявлять, а может, вам даже и не захочется эти претензии предъявлять. Душа отогреется, и ребенок почувствует, ребенок сам будет бегать и что-то там делать. А когда идет постоянный конфликт, он этот конфликт ждет, он эти претензии ждет, он сопротивляется, потому что иначе, если мама зайдет, и все будет прибрано, и все будет сделано, она уйдет на кухню, мы увидим ее спину. Общения не будет, а тут хотя бы какой-то конфликтный контакт есть. Социальный контроль у мужчины. Если мужчина наказывает, дети прощают. Если женщина наказывает, не прощают. Если мужчина спрашивает, это нормально. Если мужчина не целует, это нормально. Если мужчина, например, обычно у нас как получается, что мама-сын идет в контакт, и папа-дочь, и очень часто мамы обижаются, что, например, папа на сына не обращает внимания, как-то с него строже спрашивает, и так далее, и так далее. У мужчины так устроены. Для них главное в общении с ребенком, это спросить, это увидеть достижения, это увидеть, что он умеет, умения, интеллект увидеть у ребенка. Вот это да. А вот то, что касается обниманий, поцелуев, прижиманий, это больше мама. Вот тут у мамы главная роль, и так далее. И, кроме того, значит, если мама наказывает, то ребенок это не прощает. Если мама глава семьи, это ужасно. И мамы, которые хотят занять эту роль, главой семьи, будьте готовы к любой форме конфликтов, к любой форме агрессивного поведения, потому что и у, значит, сына не формируется позиция именно мужская, и у дочери формируется всеминая позиция, где она старается главенствовать, а женщине это по физиологии не надо. Потому что, когда женщина главенствует, она испытывает такое большое эмоциональное истощение, устает и, в общем-то, страдает женское здоровье. Чтобы ребенок вас воспринимал очень хорошо и положительно, скажите, сколько раз в день вы его обнимаете, поглаживаете, прижимаете? утром и вечером. Утром и вечером. Но папа можно по минимуму, да, там руку пожал и так далее. Папа, это можно обнимать? Можно, можно. Ребенок, если наступит момент, когда ребенок скажет отстань, а пока не говорит, он его обнимайте, целуйте и так далее. Вот, но не менее 8-12 раз, сейчас уже говорят не менее 20 раз, тем более, если ваш ребенок постоянно сидит за компьютером, у него возникает мышечное напряжение, у него возникает виртуальный мир, который вытаскивает его из мира общения, ребенок даже не понимает, как общаться с человеком, если он с компьютером, компьютер ему не понравился, но его выключил. Когда он сталкивается с человеком, у него возникает такое же желание, он не понимает, что надо контакт налаживать, он все выключить хочет, а оно не выключается, с него чего-то спрашивают, То есть общение с человеком не возникает. И чтобы вот эти вот моменты положительные были, у нас существуют внутренние резервы. Значит, какие позиции в общении? Если мы занимаем детскую позицию, я тебе покажу, иди отсюда и так далее. Это детская позиция. Очень часто мы такую позицию занимаем. Да? Понятно, что ребенок, а от ребенка требуем, чтобы он нас слушал, чтобы он делал выводы, что он правила на себя вел. Понятно, что это непродуктивная позиция детская. Если есть родительская позиция. Родительская позиция, когда мы начинаем говорить, хорошие люди, так не поступает, нужно поступать вот так-то, вот так-то, вот так-то, иначе у тебя будет кто-то, кто-то, с тобой никто не будет дружить, у тебя не будет хорошей работы. Это вот родительская позиция. Абсолютно непродуктивная позиция в общении. Абсолютно. Это как раз идет субъект, объектное отношение. Вот. И если у вас позиция взрослая, то есть вот ребенок принес двойку домой, например, или с кем-то подрался, или что-то порвал, и вы не сразу начинаете его наказывать, а просто выясняете. Расскажи, что было, как было, почему так произошло. Учитывайте все абсолютно нюансы и ребенка подводите к выводу, как надо себя вести, как надо поступать, как надо делать дальше, чтобы этого не было. Вот когда ребенок подошел к этому выводу, тогда вот у вас взрослая позиция, и ребенок учится именно вот такому хорошему продуктивному общению.